Поезд номер 207 «Адлер-Благовещенск» пришел с опозданием. На перроне небольшая группа встречающих – полицейские, сотрудники МЧС, министр внешнеэкономических связей и руководитель миграционной службы. О приезде группе беженцев с Украины узнали случайно. Красноярские СМИ сообщили, что украинцы этим поездом едут в Амурскую область. А нас бы, наверное, и не узнали, если бы у нас не закончились продукты. И тогда мы пошли к начальнику поезда, и она, ну, женщина, я не знаю, золотого сердца просто. Уже в Омске нас покормили горячим, а в Красноярске нас уже встречал город. Мы действительно не ожидали, в Украине для своих такого они делают. А здесь, то есть мы беженцы, мы еще никто, а нас приняли. Семья Анны Гайворонской приехала из Славянска. Их пригласил к себе благовещенец – врач детской областной больницы. Анна говорит, когда увидели на карте, где находится Благовещенск, сначала испугались, но муж захотел уехать подальше – от взрывов, снарядов и гражданской войны. Потому что у одного ребенка 8 лет нервный срыв, а маленький, 4 года, после всего, то, что он увидел, начал заикаться. Буквально в 10 метрах, 15 от нашего дома, газовая запарка взорвалась, начали обстрелять в залбец, в град пошел. Мы взяли детей, 3 дня были в бомбоубежище. Было, да, страшновато по городу, вроде как передвигаться было страшновато, что непривычно, люди с автоматами ходят, вроде как. Но потом уже привыкли, но поняли, что уже такая ситуация, и украинская армия просто так от нас не отстанет от этого города. 15-летний Даниил непривычно по-взрослому рассказывает о войне, а его маленький брат всю дорогу до Благовещенска ухаживал за своим другом. Хомяка Гоню тоже вывезли из разгромленного Славянска. Ты кого там с собой взял? Хомяка. Потому что я не хотел, чтобы здесь была война. До Благовещенска на поезде приехали 15 человек. Многие не называют журналистов фамилии. У людей на родине остались родственники. За них сильно боятся. Антонину с грудничком Ярославом встречать некому. В Благовещенск из-под Донецка она приехала, потому что муж здесь когда-то работал. Теперь в Амурской области хотят остаться навсегда. Принять гражданство, устроиться на работу, работать, жить, проносить пользу государству. И, ну, проживать. Ребенка поднимать. Мы хотим в село, мы сами в село хотим. Мы просто приехали сюда, а отсюда уже будем дальше действовать. Женщины детей с перона пригласили в автобус. Для них приготовили места в пункте длительного пребывания, где живут подтопленцы. Все, загрузились? Все? Наша группа на месте? Все или еще раз? Раз, два, три, шесть. Так, шесть. Может еще кого-то? Нет, наверное, все. Мужчин мы на пару снеску. В ПВРе беженцев осмотрели медики. Людям выдали сухпайки. Всего в поезде Адлер-Благовещенск ехали 32 украинца. Часть из них вышла к родственникам по дороге. В Амурскую область на этом поезде приехал 21 человек. Одна женщина сошла в Сковородину. Ее встретили, проводили, сын встретил. Большой Невер уехал. Трое, пятеро сошло в Свободном. Они поехали все вместе и ждали уже в Мазановском районе. 15 человек приехало в Благовещенск, из которых 5-пятерых встречали, а 10 человек приехали, что говорится, в никуда. Поэтому этих десятерых мы привезли в пункт длительного пребывания. Им видели 4 комнаты. Сегодня после обеда с беженцами проведут информационную встречу. Им расскажут, что нужно делать дальше, какие документы принести в миграционную службу. А пока украинцы приходят в себя после 6-дневной дороги. И благодарят всех за радушие. Спасибо большое. Мы действительно не ожидали такого теплого, дальневосточного приема. Спасибо вам большое. Просто, ну, честно, после всего, что было там, приехать сюда и увидеть радушие и понимание, ну, это дорогого стоит. Наталья Шепелева, Василий Пронькин, Альфа-Новости.